Мария, скажите, пожалуйста, в обсуждении какого вопроса вы сегодня принимали участие или вопросов? Я сегодня участвовала в конференции Retail.ru, которая была посвящена кондитерской индустрии для того, чтобы сделать какой-то такой срез с точки зрения того, что происходит в сфере кондитерки. Я делала как раз доклад об основных трендах рынка. А какие сейчас тренды рынка в кондитерском производстве? Ну, надо смело говорить о нескольких рынках, конечно. В первую очередь, очень интересно, что на данный момент у новых поставщиков, у новых производителей появилась возможность заходить на рынок. У таких поставщиков, которые строят сейчас новые фабрики, которые развиваются. И между Аленкой и Альпенгольд появился новый, совершенно новый интересный сегмент, который они сейчас занимают, который интересен потребителям. Кондитерский рынок – это рынок новинок, об этом мы тоже говорили. И, конечно, потребители сейчас очень интересно дифференцируют свои вкусы. Очень важно понимать, что нельзя говорить о рынке кондитерки в целом. Это обязательно сегменты какие-то. В шоколадках это будет один тренд, а в каких-нибудь печеньях совершенно другой. Вот мы пытались это рассмотреть. В целом, хочу сказать, что вся неорганизованная, неупакованная, небрендированная кондитерка падает. Все брендированное растет, потому что развиваются крупные торговые сети, они развиваются вслед за этим. Мы пытались дать производителям какую-то ориентирку, дать им двигаться. А вот удивительно, почему покупатель, потребитель отдает предпочтение брендированной продукции? Я думаю, потому что бренд создает, во-первых, для человека узнаваемость. Ну, вот представляете себе, вы приходите на полку, и вы там получаете, как известно, более 20 тысяч рекламных сообщений за 5-10 минут вашего нахождения в магазине. Как вам выбрать? Вы выбираете то, что вам привычно. Это во-первых. Во-вторых, кондитерка очень часто покупается детям, и вы должны быть уверены в качестве того, что вы покупаете. Бренд в какой-то мере дает такую гарантию того, что вы купите натуральный, хороший, гарантированный по качеству продукт. Кроме того, конечно, бренды имеют большие бюджеты для того, чтобы в рамках этих торговых точек, где они работают, продвигаться, используя иногда очень разные креативные подходы, все современные приемы, мерчендайзинга и другие. Мария, спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин